ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Привет! Мы сейчас стоим на остановке, чтобы ехать в Барселону. Мы решили первый раз попробовать поехать в Барселону на автобус с последним разом. Потому что мы максимум еще один раз можем съездить. После завтра мы летим в Киев, в Барселон, а потом Рига. И радостно, и грустно, потому что домой хочется, но в то же время не хочется уезжать в Барселону. Когда мы готовились к тому экзамену, который мы сдали вчера, к сложному, мы очень хотели домой. Блин, когда это уже закончится, уже хотим домой, ничего не делать, лежать, смотреть телевизор. А вот мы сдали тяжелый экзамен, а сейчас остался более-менее легкий, и мы понимаем, что уже домой как-то не хочется. Да. А когда мы зайдем послезавтра экзамен, мы вообще, походу, не захотим домой, потому что уже нифига не будет делать. Ну, не, на самом деле хочется все равно домой, но... Но не удух. Да. Потому что сейчас у нас там снег, сляхать. Я бы хотела мороз, мороз, но не сильный мороз, не минус 25. Твои проблемы. Автобус едет. Ура! Автобус едет по времени так же, как и поезд, он приехал на окраину города. Мы сейчас идем в метро. Чтобы доехать от центра, потому что он очень далеко. Стоит, что Барселона маленькая, все равно это прям окраина-окраина, это очень далеко от центра. Все, сегодня сейчас время, и мы в Барселоне на поезде, мы доехали за 40 минут. Ну, в принципе, автобус тоже за 40 минут, просто он на окраину едет. Какой у нас ветер, у меня просто ежик на голове. И холодно. Да, прохладно. Какой же градус? Градус 6, наверное, да? Да, 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 я сначала 6. И в самую большую зарубь урока. Она реально большая, не как треховый центр. Продолжаем хит-парад русских. Написи на футболках. Вот, футболка равноправия. Еще и вторая есть. Ууу, какие-то непонятные буквы. Такие клевые всякие книжки, смотрите, они стильные. Как делать коктейли, например. Вот, тут все пропорции. Как делать прически всякие урбанистические, смотрите, тут всякие косички, куча всего. Есть крутая книжка про американскую моду курток. Смотрите, здесь все о косухах, о байкерах. Вот Америка, все дела. Сейчас покажу. Всякие вот лейбы и вот куртки. Типа самые крутые куртки, которые носили в разные времена. Очень прикольно. Здесь эта книжка стоит 29 евро по скидке, а вообще стоила 85. Здесь еще книга с типичными американскими рецептами. Смотрите. Например, как из готовых продуктов сделать еще один продукт. Как намазать хлеб нутеллой, когда у меня это еще ладно. Как сделать хлопья. Какие-то желейки, я не знаю, как насыпать в чашку желейки. Что-то типа этого. В общем, типичная американская книга. Мы решили, наверное, в последний или предпоследний раз прогуляться по Барселоне. Полюбоваться еще раз красотой этого города. Потому что увидим мы его уже, наверное, не скоро. Возможно, летом, а возможно, позже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это я и мой новый друг. Вообще, я не помню, мы рассказывали вам или нет. В Барселоне легально курить траву. Тут легально курить траву. И здесь даже есть социальные ассоциации. Не думайте, нам рассказали, правда. Мы не состоим в ассоциации. Есть ассоциации, в которых ты платишь какие-то там деньги. Ну, в среднем, там, 10 евро, грубо говоря. Платишь 10 евро, и ты состоишь в ассоциации. Ты сможешь ходить в кафе, там, где курят траву. Покупать там траву, и все. И вообще тут легально курить, если я не ошибаюсь, только дома или в этих ассоциациях. Всего лишь за 10 евро в месяц. И еще один факт. Здесь еще нормально, не хорошо, а нормально относятся к геям. Вот, если на улице гейский кафе сидит, и даже он яйцами не запрошен. И так далее. И вообще это гейский секс-тап. Вау. Вообще, очень часто, гуляя в Барселоне, можно встретить геев. Они не стесняются, совершенно. Вообще. Я считаю неправильным, когда вообще любые люди, геи, не геи, начинают вот свои... Короче, я не понимаю, когда люди начинают вот сильно целоваться на улицах, неважно какой они ориентации, но я за то, чтобы люди не ущемляли других людей, которые живут по-другому. Это их точка зрения, они имеют на это право. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вон там еще целый-целый магазин. Все мы разные формы. Мы уже дома, мы так находились, устали. Но нам нельзя расслабляться, потому что нам нужно готовиться к экзамену. Еще мы параллельно занимаемся поиском квартиры в Латвии. И это очень сложно найти квартиру в Латвии на 5 месяцев. Потому что никто не хочет стоять на 5 месяцев, все хотят на год. Но ничего страшного, у нас есть второй запасный вариант. Если мы вдруг совсем не найдем квартиру, то мы приедем в Латвию, будем жить на съемной квартире, посуточно будем платить. Мы уже посчитали, что так можно нормально, выгоднее. Потому что если бы мы приехали в середине февраля уже в нашу квартиру, которую мы бы забронировали, мы бы все равно заплатили за полный месяц, и это было бы невыгодно. Поэтому по деньгам получается даже выгоднее и безопаснее. Потому что мы очень боимся того, что есть много аферистов, которые просто могут нас обмануть. И высылать деньги вообще не видя квартиры, это очень-очень опасно. И поэтому, скорее всего, будем жить на съемной квартире посуточно платить, пока не найдем у себя квартиру нормальную. Кстати, вот немножко об экзаменах. Мы общались с нашими старшаками, в общем, крутыми ребятами. И они нам сказали, что семестр в Барселоне самый легкий из всех трех семестров, которые у нас будут. У нас будет второй в Латвии и третий в Германии. Я не могу сказать, что он был вообще трудноподъемным, но он точно легким не был. Я уже боюсь вот этого периода в Латвии, в Германии, что же там будет. Я уверена, что мы справимся. Вот Дима говорит, не справимся. Конечно, справимся, куда нам одеваться. Но просто реально это сложно. Но нужно идти к своей цели, нужно не сдаваться. У нас и выбора нет. Куда мы можем сдаться? Никуда. Мы сейчас будем готовиться к экзамену, поэтому будем с вами вращаться. До завтра. Не забывайте о своих целях. Стремитесь к ним, работайте. Путь всегда нелегкий, но результатом вы будете довольны. Всем пока.